Ну что ж, дамы и господа, наконец-то добавили цены, и в этом ролике я вам расскажу, что вам лучше купить, куда вам лучше потратить монеты, я думаю, видочек будет интересный, тем более я всегда такое видео делаю, когда происходит какой-то интересный вент, даю вам советы, что лучше купить, что лучше не покупать там и так далее. Поэтому видочек для вас, я думаю, будет очень даже интересный. Ставьте лайки, конечно же, подписывайтесь на канал, покажите на этом ролике очень хорошую активность. Ну а для тех, кто еще не играет, конечно же, есть мой промокод, вводите промокод плаканов на любом сервачке, качайте уровень и получаете 450 тысяч. Я думаю, многие ждали этого момента, многие ждали цен, я в принципе сам ждал, но я монеты как бы не копил, я их продавал, поэтому я ничего покупать в принципе не буду, но зато для вас дам совет, что лучше купить, либо лучше продать монетам и так далее. Цены довольно-таки интересные, сейчас я вам покажу, мы все обсудим и посмотрим, за сколько теперь продают монеты после добавления цен. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Ну что ж, я предлагаю сначала посмотреть, как сильно поменялись цены, да пацаны, цены поднялись просто сразу, то есть раньше их продавали там уже по 2500, по 2700 продавали, а теперь пацаны уже все, цены обратно поднялись до небес. Ну думаю, если постараться, если там оптом у кого-то брать, то за 3000 в принципе можно. То есть да, есть тут космические цены, вот человек вообще по 15 тысяч продает, я не знаю на что он рассчитывает. Короче, от 3 до 3500 сейчас цены колеблются, я думаю. Скорее всего сейчас люди просто стоят, скупают все, что можно, и поэтому вот такие вот цены дорогие остались. Кстати, добавили дальше прохождение квеста, вот нужно поговорить с директором музея, но я это делать не буду, я это буду делать сегодня на стриме скорее всего, я буду стримить и там мы будем проходить дальше этот квест. Но здесь должны были добавить танковые баталии, и их уже добавили, но я их найти не могу, давайте посмотрим здесь возможно где-то. Ёбаный ты в рот, блядь, они убрали эту хуйню, добавили эту, ёбаный ты в рот, обалдеть нахуй. Я думал то, что 2 игры осталось, оказывается осталась одна игра, по сути то же самое, только на танках пацаны. Ой-ой-ой-ой-ой, блядь, а где свой, а где не свой, а это свои были? Ладно, я не буду как бы пацаны ничего тут смотреть, блядь, как отсюда выйти теперь? Пацаны, я оставлю это на потом, на следующий ролик, в следующем ролике мы уже подробно я думаю этим займемся, это посмотрим. Я хочу снять отдельный ролик пацаны, и с вами там уже подробно все изучить, постреляться там и так далее. Я думаю это будет интереснее, потому что этот ролик все-таки про цены, и я хочу акцентировать на это внимание, а танки мы посмотрим в следующем ролике. Давайте я вам покажу уже наконец-то цены, и расскажу, что все-таки лучше покупать, а что лучше не покупать, и не тратить свои монеты, потому что это будет максимально невыгодно. Давайте пойдем с самого начала, випка пацаны, насчет випки ничего говорить не буду, но випка это випка пацаны, ее по сути можно за донат купить, поэтому, ну ее обсуждать я думаю смысла нету. Просто если даже эти монеты продавать по 3000, то это получится неплохая сумма, поэтому мне кажется лучше конечно же, ну задонить, просто купить эту випку, но если у вас нету возможности задонить, то ну можете купить. Я понимаю пацаны, потому что это все рассчитано не для того, чтобы вы знаете там покупали типа, а для того, чтобы вы фармили. Это рассчитано на фарм эти цены, то чтобы вы фармили именно, понимаете. Золотая рулетка пацаны, то есть очень даже адекватная цена. Так, шлем танкиста пацаны, 850. Какой знаете, ну вот эти аксессуары, ну прикольно, че, недорого. В принципе недорого, потом эти аксессуары можно будет дороже продать, поэтому кому надо покупайте. Так, женская одежда, нахуй она мне не нужна. Я думаю вам тоже, раньше какая-то девушка, которая играет, она может себе его приобретет. Вот этот автомобиль гробовозка пацаны, я считаю то, что она не стоит 15 тысяч монет, потому что она нахуй никому не нужна, в принципе. Я ее видел на серваке, кто-то на ней катался, ну такое себе, знаете, за 15 тысяч монет. Так, получается ГАЗ М20, то есть она победа. Тоже эти машины видел, их там продавали по 20 миллионов, плюс-минус. Поэтому мне кажется тоже невыгодно ее покупать, но кому нравится, можете купить. Волга кабриолет, теперь раньше она тоже была на 9 мая, по-моему, если я не ошибаюсь. Их оттуда добавили. Прикольная машинка, в принципе, но не за 20 тысяч монет. Volkswagen Multivan T6, пацаны. Я не знаю, есть ли это машина в автосалоне, скорее всего нету. Я такие машины видел, по-моему, у военных. Ну, пацаны, не знаю, на любителя, типа, ну, я не знаю, нужен ли кому-то Multivan, тем более за 25 тысяч монет. Я думаю, что нет. Военный КАМАЗ. Военный КАМАЗ можно купить, ФТшный, за 3 миллиона рублей. А 10 тысяч монет вы можете продать намного дороже. Я хотел бы сказать какое-то оправдание, типа, может, там вы накопите, купите КАМАЗ. Но, в любом случае, вам проще будет продать монеты и купить КАМАЗ у кого-то, уже ФТшный. Hammer H1. Блядь, я не помню, поскольку их продавали. Но он тоже не особо дорогой. Просто он, по-моему, едет всего лишь 10 километров с первым чипом. Поэтому я бы не советовал для покупки. BMW M4. Данный автомобиль, у него с контейнера ГОСКа 15 миллионов. Ну, игроки их тоже продают, там, по 15, по 16 миллионов. Она стоит 20 тысяч монет. Не знаю, пацаны, стоит ли её брать. Мне кажется, всё равно нет. Но если вы хотите себе тачку с одним владельцем собрать, то это ваш вариант. Поэтому, если хотите, можете, в принципе, покупать. Так, получается, фланкер. Ну, мне кажется, цена оправдана, потому что их, на самом деле, очень мало. Но я не знаю, как она там по управлению, по скорости. Вообще не знаю. Поэтому, ничего сказать вам насчёт этого не могу. Насчёт котиров, однозначно, можете покупать. Потому что на них цена просто пиздец. Там, вот, 30 миллионов их продают. Как бы, это дохуя. Поэтому, можете купить, как бы. Но вопрос в том, как вы его соберёте, понимаете. То есть, вы можете, да, его забрать с момента. А как вы поставите чип? Там, бак и так далее. Это раньше просить какого-то админа. И не факт, что вам, как бы, помогут. Но, в целом, вы можете чип поставить с призов. Но, насчёт остального, там, покрасить туда-сюда, я, честно, не знаю. Поэтому, ну, сложно будет, на самом деле, с кем-то договориться из администраторов. Рецепт, блядь, честно, не знаю. Вот, я не понимаю, в чём преимущество этого рецепта. Ну, в чём прикол? В том, что, типа, это какое-то новое оружие и всё? Или у него реально есть какое-то преимущество? Мне вот это вообще непонятно, на самом деле. Поэтому, я бы не брал. Я, честно, не вижу смысла тратить на это 25 тысяч монет. Потому что, ну, это реально много. И за 20 тысяч монет можно купить много чего интересного. Так, следующее, это брендовая рамка. Блядь, на самом деле, очень дёшево стоит. Прям максимально дёшево. И я бы себе хотел бы их забрать. И, скорее всего, я, наверное, их заберу. Потому что, это очень дёшево, пацаны, блядь. У кого есть монеты, покупайте дохуя просто. Покупайте дохуя штук. Потому что, ну, это реально топовая тема. Я себе хочу две рамки. Одну на бэху и вторую на бэху поставить. Поэтому, блядь, я, скорее всего, наверное, куплю эти рамки как-то. Либо кто-то мне купит и потом поставит просто и всё. Идём дальше. Снег Stage 2. 15 тысяч монет. Охуенная цена, я считаю. Их там продают по 25 миллионов. Поэтому, в принципе, можете брать. Но, в любом случае, вы должны понимать, что это не третий чип. Третий чип там продают по 50, по 60 миллионов. Но второй чип, я думаю, тоже будут, в принципе, брать. Следующее, это, получается, гидравлика. Очень хорошая тема. Я бы себе хотел бы тоже на машину поставить. 15 тысяч монет. В принципе, вполне себе адекватная цена. Поэтому, можете, в принципе, покупать. Неон, блядь, дорого, пацаны. Реально дорого. Я понимаю то, что градиент это достаточно редкий неон, который реально ценится. Но, допустим, ту же самую радугу продают там по 25 миллионов. Я за градиент готов отдать 40-50 миллионов. Но, если, как бы, продать 30 тысяч монет, мне кажется, сумма получится больше. Стробоскопы, пацаны, цена сладенькая, я считаю, прям очень сладенькая цена. Это реально недорого. Я ожидал то, что он будет стоить где-то 70. Очень даже адекватная и хорошая цена. Поэтому, кому надо, пацаны, берите. Ну, реально, это недорого. Я считаю то, что это реально недорого. То есть, если, допустим, покупать монеты. Вот, давайте почитаем. Это получается 180 миллионов, пацаны. Это, на самом деле, выгодно. Но, вы можете найти, там, допустим, дешевле монеты. Потому, что на каждой серваке разные цены, пацаны. Вы должны это понимать. То, что на каждой серваке разные цены. И, поэтому, можно, допустим, там, по 2000 найти монеты. Понимаете? То есть, стробу реально выгодно брать. Потому, что их потом можно продать в будущем за 200 миллионов. Аудиосистема, ну, дорого, пацаны, дорого. Потому, что, то есть, аудиосистему можно купить, там, ну, за 80 миллионов. Можно купить аудиосистему. Ну, а если покупать монеты, получается, ну, то это выйдет, ну, больше, чем 100 миллионов. Блядь, шо в нём такого, блядь, объясните мне, долбоёвы, пожалуйста, в комментариях, что, сука, в нём такое. Он, блядь, золотой, или, блядь, я не знаю, у него пуля, блядь, с первого раза убивает. И шо в нём такого? Почему он стоит так дохуя? Он стоит рубля 200 миллионов этот рецепт, блядь, 200 лямов за рецепт, блядь, за шо? Объясните мне, пожалуйста, что в нём такое. Поэтому я вам не советую его брать, я не знаю, блядь. Ну, блядь, не может он столько стоить, блядь. Почему? Вот эта залупа стоит 25, хотя это тоже, мне кажется, дорого. А эта стоит 60 тысяч, понятно. В чём прикол? Зачем? Я не понимаю, пацаны. Брать вам эту тему я вам не советую. Не берите просто. Я не знаю. В нём ничего, мне кажется, такого прям охуительного нету. Да, у вас будет там охуенный типа рецепт, которого нет у других. Но он не стоит, пацаны, 200 миллионов, понимаете? Ну что ж, дамы и господа, на этом я буду заканчивать данное видео. Я вам, в принципе, всё проробно рассказал, показал. Насчёт танков баталии, пацаны, мы это посмотрим в следующем ролике. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Начинайте играть на проекте Мазинху Реплей, если вы не играете. Я вас жду на втором сервачке. Вся полезная информация есть в описании под видео, поэтому заходите, смотрите. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok